Мечелон 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 Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, сегодня мы с вами поиграем с World Breaker. Как вы уже услышали в ролике предыстории, мы будем играть за некого героя. Это текстовый квест в таком жанре как интерактивный комикс. Я эту игру увидел сегодня у Артема с канала Art Games и мне она что-то так понравилась. Собственно, такого рода квесты я люблю, к тому же это очень классный ролеплей. К сожалению, тут нету регулировки звука, то есть мы можем его либо вообще выключить, либо вот пускай играет. Но я думаю так лучше. Возможно его стоит сделать немножко потише даже. Я думаю вот так будет лучше. Давайте-ка начнем собственно игру. После долгого изнурительного путешествия наш герой подошел к старому огромному замку. Все указывало на то, что тут уже много веков никого не было. То ощущение таинственного присутствия не покидало. Но ощущение таинственного присутствия не покидало его. Искатель увидел, что окно на втором этаже открыто. Куда ему лучше пойти? В центральный вход или влезть в окно? Ну и собственно выбор. Вот так вот и будет проходить вся игра. В выборах вот этих вот ярлычков. Так, ну что ж, тут можно вот так вот посмотреть арты. Вся игра будет состоять вот именно с артов. Ну, будь я искателем приключений, я бы наверное полез в окно. Залез в окно на второй этаж в броне было нелегко, но герой справился с этим. Он оказался в надстройке для стражи над воротами замка. Все указывало на то, что тут была битва. Мертвые воины, точнее их скелеты, валялись по разным углам комнаты. Внезапно один из скелетов начал вставать с пола, поднимая меч. Поднимая длинный меч. Нужно срочно что-то делать. Пнуть его с разбега, пока не поднялся. Выпрыгнуть в окно или подождать, пока он... Или принять бой как мужик, да? Собственно, будь... Я увидел бы такую херь, на самом деле, которая встает на меня с мечом. Да. Думаю... Пнуть. Без вопросов. Не дождавшись, пока противник встанет и атакует, герой с разбегу пнул ногой дряхлого скелета. С шумом хрустнув кости, разлетелись по комнате, а меч звонко упал на пол. Взять его меч или идти к двери? Ну... Давайте возьмем. Почему бы и нет? Начало я, в принципе, знаю, поэтому это не так уж и для меня ново, но все, что в остальных комнатах, это уже посложнее будет. Красивые арты. Ну, мне нравятся. С двумя мечами, герой уверенно вошел в дверь. Казарм стражников. Он был готов к любому бою. А вот тебе и бой, да? Хорошо. Искатель вошел в казармы. Разбитые койки, валяющиеся стулья и прочая мебель. Но путь ему преградили четыре скелета стражника с оружием. Что делать? Драться двумя. Смелый герой решил воспользоваться двумя мечами сразу. Подловив мгновение, пока стражи замешкались, Искатель вклинился между парой стражников и двумя мечами одновременно нанес боковые удары по противникам. Скелеты рассыпались. Великолепно. Скелеты стражники. Ачьюмент андлок. Хорошо. Оружейная. Большая комната. По стенам стояли стеллажи с оружием и доспехами. В комнате разруха. В деревянном полудыры. В конце комнаты виделись двери. И в правой стене тоже. Пройти в дверь справа. Справа в дальнюю дверь. Или пойти глянуть, что за оружие на стенде. Давайте подойдем к оружию. Я люблю такое. Заинтересовавшись оружием, герой не заметил, что пол очень хлипкий. И под его весом он рухнул. Вот так вот. Ошнувшись искатель на кучке сена, а рука подло испачкалась в чьей-то какашке. Вонь страшная. Да, великолепная картина. На самом деле я просто аж представил. Видно, давно никто не убирался здесь. В углу возле миски с кроватью и костями копошился свирепый боров. Тихонько свалить через сток для отходов или убить свинью. Ну, давайте подеремся. Ё-моё. Хотя он довольно опасным выглядит. Но я хочу подраться. Искатер решил, что злобного Борова нужно завалить. Подкрался? Подкрасться и порубить его или позвать? Подкрасться и порубить. Ага. Мы потеряли здоровье. Отважный герой решил убить свинью по-тихому со спины. Но животное... Ну, у животного очень хороший слух. И когда искатель приблизился к нему достаточно близко, со всей силы врезал ему в пах. Герой упал и скончался от боли. А свинья... Ну, понятно. Вонзила их ему в шею. Вот так вот мы, собственно, и умираем в этой игре. У нас есть три попытки. Будет подло убить его неожиданно, подумал храбрый герой. Эх, свинья! А крикнул он Борова. Боров повернулся, и глаза его налились кровью. Он был большой и страшный. С длинными клыками, торчащими из пасти. Он кинулся в бой с героем. Что сделать? Увернуться, пожалуй. Искатель отклонил в сторону, и Боров пролетел мимо него. Подбежать к свиньей, отрабить голову мечом, или подпустить Борова ближе к себе. Ждать и ударить мечелом. Я думаю, это правильный выбор. Боров. Открытое достижение. Хорошо. Герой решил подождать. Боров разбежался и прыгнул на Искателя. Он ловко увернулся от атаки. Левой рукой вонзил свой мечелом в свинью. Боров был мертв. Искатель пошел в дверь. Это был тамбур. Столярный мастерской. Везде грязь и по углам насыпаны кучи опилок. В стене была дверь к самому столяру. Отдохнуть на кучу опилок или пойти дальше. Давайте отдохнем. Бой все-таки был непростой. Искатель приключений упал и поэтому не смог откатиться от манящих опилок. Он лег и уснул сном младенца. Но проснуться ему было уже не суждено. Во время сна дверь в столярку распахнулась. Пардон. Распахнулась. И оттуда вышел буратино-мутант. Угу. С словами обнаружен нарушитель. Запускаю протокол уничтожения. Ну понятно. Нас прикончили. Ну ладно. Хорошо. Значит отдыхать не стоит. У меня осталась одна попытка. Ну идем дальше. Хорошо. Без вопросов. Искатель приключений вошел в столярную мастерскую. Здесь пахло древесиной. И повсюду были заготовки стрел, луков и лопат. И лопаты. Столы и столярные станки стояли по углам мастерской. Стол с большой циркулярной пилой для досок стоял в центре комнаты. На столярке была надпись. Неисправен. Изучить устройство станка. Или осмотреть столярку. Давайте-ка осмотрим. Нахер мне этот станок. Опа-на. И вот эта мразь. Искатель решил осмотреться здесь. Побрел вдоль одной стены. И наткнулся на странного вида деревянное изделие. Это был какой-то прообраз человека, только сильно модернизированный и из древесины. На одной из рук была циркулярная пила. На спине крепились баллоны. Герой дотронулся до него, и деревянный человек проснулся. Существо встало, и его глаза засветились. Программа Буратино-мутант запущена. Обнаружен нарушитель. Запускаю протокол уничтожения. Произнес Буратино. Напасть на него или подождать его действий. Или попытаться сбежать из столярки. Давайте подождем. Герой решил не торопиться и посмотреть за реакцией Буратино-мутанта. Монстр снова заговорил. Проверка работоспособности боевых систем. Проверка пилы. Лазеров. Произнес Буратино. И из глаз его сверкнули лазерные лучи. Прожигая борозды в стенах, циркулярная пила начала вращаться. Все понятно, подумал искатель. Атаковать мечом? Ну, да. Меч героя просвистел в воздухе и обрушился на руку с пилой. Рука с треском сухого дерева оторвалась от Буратино-мутанта. Когда древесное чудище схватило искателя за горло, оставшейся рукой, и подняло его в воздух. В глазах Буратино загорелись красные огоньки лазера. Он готовился атаковать. Защититься от лучей мечеломом или... ...пнуть ногой наугад. Конечно, защититься, ё-моё. Делать было нечего. Искатель закрыл лицо мечеломом. Лучи попали по мечелому и отразились под углом в тело Буратино-мутанта. Древесное тело... ...а деревянное тело... ...было же... ...разрезано на части. Монстр выпустил героя из своей руки и рухнул на пол. Глаза его потухли. Искатель приключений отряхнулся, перевёл дух и двинулся в путь. Буратино-мутант. Собственно, ещё одно достижение. Так. Собственно, музыка, мне кажется, немножко громкая, но... ...посмотрим. Потом посмотрим. Я думаю, это не последняя серия, собственно. Чё-то пока весело, но... ...только то, что я не особо люблю читать. Но... ...эту историю я пройду определённо. Ну... ...по крайней мере для себя. Искатель оказался в длинном зале со стеклянными потолками. Когда-то это был океанариум Лорда. Кое-где стёкла были разбиты и... ...воды... ...а, и воды над головой не было. Она была на полу. Зал был полон воды. Она доставала до пояса. В воде плавали коробки и чьи-то вещи. На самом... А, в самой воде плавали небольшие рыбки. Так. Пробираться дальше или осмотреть дно? Нахера? Идём дальше. Господи, блять, Иисусе. Так, ладно. Герой пошёл дальше. Пробираясь через толщу воды. И тут он увидел приближающийся к нему плавник. В дальней части океанариума. Это была акула. Приготовиться к атаке или увернуться? Давайте увернёмся. Ну да, я согласен. Это было глупо. Искатель ловко прыгнул вправо... ...от... ...от атакующей акулы. Но вернуться ему не удалось. Она схватила его за ногу... ...и... ...и отгрызла её. После чего... ...поглотила поверженного героя целиком. Вот так вот. Вот так вот, значит, да? Ты был убийцей. Ну, конечно. Конечно, я был убийцей. Кем же ж ещё? Ну вот, собственно, давайте ещё одну попытку. Давайте, наверное, пройду ещё раз тем же путём. А потом попробуем что-то новое. Просто я хочу убить эту сраную акулу. Так. Залезть через окно. У нас там было. Точно такие же выборы делаем. Я не думаю, что что-то поменяется, да? Так. Взять меч. Определённо. Готов к бою. Определённо. Хорошо. Тут я пошёл смотреть на оружие. Тут мы будем с ним драться. Позвать. Увернуться. Ударить мечеломом. Идти дальше определённо. Это ж сраная буратино опять тут будет. Так. Осмотреть столярку. Подождать. Ударить мечом. Защититься. Так. Вот. Мы, собственно, почти на том же месте. Идём дальше. Атаковать. Искатель приключений приготовился к атаке. И когда акула подплыла совсем близко к нему, нанёс удар. Ей вбок. И отскочил от её зубов. Акула была ранена, но всё ещё жива. Она развернулась и отплыла. Она снова пошла в атаку. Сделать апперкот мечеломом. Или же наткнуть. Или же накинуть ей одну из плавающих на воде платья. То есть на башку. Но это дебильная затея. На самом деле апперкот. Фига. Вот так вот, значит. Акула атаковала снова. И герой решил нанести ей смертельный удар мечеломом. Но во время прыжка акула выпрыгнула из воды на Искателя. Он не успел сделать апперкот. Её зубы вонзились в лицо и тело. Героя. Он закрыл. Он закричал от боли, а акула разорвала его тело на несколько кусков. Ну, забавно. Забавно. То есть, как вы видите, стопроцентного выбора тут нет. Герой поймал нужный момент и накинул на морду акулы старое платье. А затем вонзил в неё сверху свой меч. Акула была мертва, после чего Искатель отправился дальше. То есть, просто так тут, ну, не догадаться. Ну, я так понял. Искатель приключений попал в большой зал с огромной дырой в потолке и стене. Среди груды кирпичей он увидел большой металлический диск с сияющими огоньками по окружности. Диск был искорёжен и дымился. Рядом на камне сидело странное зелёное существо с большими глазами. Оно было явно опечалено. Тихонько пройти мимо, пока он не видит, или поговорить с ним? Давайте поговорим. Герой подошёл к существу и заговорил. Привет! Назови своё имя и род, сказал герой. И тебе привет, землянин. Меня зовут Зет. Я принадлежу к гуманоидной расе мини-катов. Работаю на межзвёздной корпорации AlienTech. IT. А.Т. Доставщиков боеприпасов. Если ты не в курсе, то скажу тебе, что уже много лет идёт война Межгалактической конфедерации с коалицией свободных планет. Господи, блядь Иисусе, зачем мне это нужно? Конфедерация пока сдаёт позиции, оружия не хватает. У нашей корпорации заключён договор с местным кузнецом Гансом на поставку ядерных ракет для конфедерации. Вот за нами, вот за ними-то я и пришёл сюда. А тут беда. Произошёл сбой автопилота, и мой звездолёт выполнил посадку не во дворе замка, а вот сюда, в стену. Звездолёт серьёзно повреждён. Я отправил сигнал СОС, и теперь буду ждать ответа от своих повествовал инопланетянин. Искатель стоял и ничего не понимая. Ну я бы тоже ни хера не понял, на самом деле, если бы мне такая хер чё-то начала рассказывать. Так. В общем, что мне тебе рассказывать? Это как корпускулярно-волновая теория света. Всё равно ты ничего не поймёшь. Сельский ты парень. Огорчился Зет. Ага, ну вот, он меня понял. Единственное, чем можешь ты мне помочь, это завал из кирпичей разобрать, сказал Зет. Помочь ему, сказать, что ты очень занят, или грубо отказать. Да, конечно, я помогу. Хорошо, я помогу тебе разгрести завал, сказал Искатель и принялся за работу вместе с Зетом. Инопланетянин начал разбор завала с одной стороны, а герой с другой. Они уже почти закончили работу, как вдруг космический корабль поехал по груди кирпичей прямо на героя. Бросить камни и убежать, или предупредить Зета об опасности. Предупредить. Друг Зета. Собственно, получен очумент. Так, что там? Герой окликнул Зета. Инопланетянин быстро нажал на кнопку на своем костюме, и Искатель телепортировался на другую часть комнаты. Спасибо, что помог мне. Если что, зови меня, сказал Зет, а герой двинулся в путь. Так, герой в... А, тут все нормально? Герой в просторной дорогой обставленной комнате это были палаты лорда Нео Четвертого. Большая красивая кровать стояла возле стены. Вокруг чувствовалась какая-то темная энергия. Искателю показалось, что за ним наблюдают. Что делать дальше? Порыться в шкафу или... Порыться в шкафу поискать полезные вещи или прилечь на кровать вздремнуть? Ну, давайте поспим же, ну, ебаный в рот. Ну, сколько можно? А это что еще такое? Ладно. Искатель лег на широкую кровать и уснул. И тут ему приснился сон. Он оказался в какой-то странной... в каком-то странном месте. Это был Астрал. Герой стоял посреди красивой магической комнаты. Вдруг из ниоткуда материализовалась красивая девушка. Она поманила героя к себе. Пойти к ней или нет? Тут нету третий... А, вот это вот, наверное, да? Помоги мне! Ага, Суккуб и инопланетный щит. Два ачевмента. Внезапно среди Астральной комнаты материализовался инопланетянин Зет и без колебаний выстрелил из своего бластера в демона. Кучок плазмы попал в грудь Суккубу и прожег в ней сквозную дырку. Суккуб упал и стал медленно исчезать. А Зет нажал на кнопку на своем костюме и исчез. Астральная комната растворилась. И герой снова очнулся на кровати лорда. Мысленно поблагодарил инопланетянина и побрел по коридорам замка. Отважный искатель приключений вошел в средних размеров затемненную комнату. В углу на стуле сидел какой-то человек в черных доспехах. Давайте-ка рассмотрим подробнее. Ничего мне не напоминает на самом деле. Вот только эта комната. Ну ладно, не будем. Так, в черных доспехах дверей в комнате входных больше не было. Зато в другом углу ярко светился магический портал. Это же портальная комната. Кто ты? Спросил герою незнакомца. Мое имя Сильвестр и рыцарь храма судьбы. Моя задача охранить портал от проникновения некромантов ответил человек. А я как раз ищу некромантов и сокровищницу. Меня ты пропустишь к ним? Попросил искатель. Твой путь зависит от тебя самого. Что ты делал? Кому помогал? Кого убил? А может ты вел себя как жадная трусливая крыса? Я вижу людей насквозь и каждого человека портал приведет к своему пути. приготовься к испытанию и входи. Ну что ж войти в портал. Свирепый убийца открыто достижение. Герой вошел в светящийся портал. Пространство исказилось вокруг него. Он открыл глаза. Небольшая комната с окном на улицу. Очевидно это была одна из башен замка. В комнате было много алхимических приборов и большой котел в центре. Что ж ты за испытания подумал герой? И тут он услышал голос рыцаря храма судьбы. Твоя агрессия не знает границ. Многие противники могли бы выжить. Будь ты хоть чуточку добрее. Ну дай хер бы с ними. Так. Но что сделано то сделано. поэтому твоим испытанием станет старая ведьма Ворчильда приспешница некромантов. Раз убийство твой конек то ее хотя бы не жалко. Ну что ж сказал рыцарь. Точнее И тут в комнату вошла старуха с палкой одетая в старой лохмотье. Атаковать первым или подождать? Давайте ка подождем. И меня убили. Так. Ладно ждать больше не будем. Ну ее нахуй. Искатель решил изучить врага и стал за ней наблюдать со своей стороны комнаты. Внезапно ведьма исчезла и резко появилась возле котла. Она направила руки к котлу и с помощью магии толкнула в него героя. Кипящая варева вылилась на Искателя. Он закричал. Тело покрылось волдырями и кожа потихоньку начала слазить в него. Герой умер. Ну что ж у меня осталась одна попытка атаковать. Герой пошел в атаку на ведьму и с яростью попытался достать ее мечом. Она ловко растворилась в воздухе прямо перед тем как меч должен был упасть на ее голову. И появилась за котлом с каким-то варевом прыгнуть на нее через котел или попытаться обмануть старуху. Давайте попробуем обмануть. ведьма достижение открыто. Чтобы обмануть старую ведьму искатель сделал рывок в ее сторону. А сам остался на месте. Ведьма телепортировалась за спину герою и тут он схватил ее за горло пронзил мечом и закинул в котел. Все было для нее кончено. Пройдя через коридор замка искатель пришел к большим красивым дверям. Это был тронный зал. Он ногой открыл дверь и вошел внутрь. Его здесь уже ждали. Выходи выходи мой злобный друг сказал ему властелин некромантов. Ты кто такой? Главарь клуба дохлых кошек огрызнулся с улыбкой искатель. Давайте посмотрим этот комикс. Собственно убийство ведьмы мы входим в этот. Ага 5 человек. Ну что ж. А ты очень дерзок мальчишка но ты нам подходишь. Хочешь получить всю силу и могущество некромантии хочешь стать бессмертным и уничтожить непокорных я могу дать тебе такую силу ибо я метеоризмус властелин некромантов и глава круга усопшего во сне да пафосно воскликнул некромант воцарилась немая пауза а по лицу героя поползла улыбка ну да мама перегнула палку с именем поэтому зови меня просто властелин оверлорд смущенно сказал старый некромант герой задумался для этого Леон прошел весь этот трудный путь принимать ему предложение властелина некромантов или нет хотелось бы конечно могущество я я все таки алочная тварь и тем более я убийца ну я так по крайней мере отыграл получается эту роль я приму предложение пускай у меня осталась еще одна всего лишь одна попытка но я приму это предложение хорошо хочу получить мега силу и новые доспехи заявил герой пока только немного силы чтобы ты вскрыл сокровищницу и достал в чем и достал мне бриллиант ответил властелин но собственно он меня походу будет использовать но я думаю мы сможем обернуть это на свою сторону старый некромант прошептал заклинание и направил темную энергию наискателя герой почувствовал приток какой-то очень могущественной силы иди разберись с нео четвертым и бриллиантом а потом поговорим о твоей о твоем повышении командор повелевал властелин некромантов спустя какое-то время герой подошел к огромной круглой двери вот она сокровищница нео четвертого попробовать взорвать дверь или вырвать ее из стены своей новой магией я думаю вырвать и я умер герой сконцентрировался на своих мыслях и стал своей магией открывать дверь отрывать дверь с петель по бокам стен пошли трещины посыпались камни он вырвал дверь сокровищницы и держал ее в воздухе перед перед собой но тут она на секунду но он на секунду задумался о чем-то сбился с мысли магическая сила мгновенно исчезла а дверь упала на ребро перед искателем и накрыла его с головой из под нее оставалось торчать только рука и лужа крови ты был убийцей ну конечно собственно вот так вот мы почти прошли игру я думаю ну давайте-ка давайте-ка это сделаем япона мать я сделаю те же самые выборы сейчас так вот мы собственно на этом же месте ну почти тут нам сейчас предложат принять некромантскую силу да-да именно так в прошлый раз я выбрал вырвать вроде бы да хорошо взорвали искатель напрягся и направил руки к двери концентрируя свою новую силу он сделал несколько шагов назад и выстрелил с густом энергии в дверь сокровищницы произошел сильнейший взрыв дверь сокровищницы разлетелась на куски а герой встав с пола и отряхнувшись вошел внутрь взору искателя предстала большая комната наполненная золотом и драгоценностями в центре на пьедестале лежал невероятных размеров бриллиант глаза искателя загорелись он так долго шел к своей так долго шел к своей цели навстречу герою вышел сухой старик с мечом и щитом герой понял кто это это сам лорд нео четвертый еще живой я лорд начал говорить старик я знаю кто ты жалкий жалкий старик я пришел за твоей головой и камнем оборвал его искатель приключений я так понял что диалоги меняются в зависимости от того насколько геройские трушливые или вот именно убийственные поступки я делаю лорд понял что разговоры бесполезны и первым кинулся на героя с мечом воспользоваться магией или кинуть ему в лицо горсть монет да нахер мне эта магия давайте по простому по тупому и нифига вот так вот он меня убивает герой зачеркнул горсть монет с пола и кинул в лицо старика но тот успел вовремя закрыться щитом на ходу монеты звонко разлились в этот момент лорд ударил ударил щитом по лицу искателя и вонзил в него клинок герой медленно упал на колени попытался вытащить меч из живота и вскоре упал замертво да это плохая идея то есть теперь лучше стоит воспользоваться магией но у меня есть еще попытки поэтому все нормально что ж мы воспользуемся магией направленных в сторону нео руках искателя приключений вспыхнул огонь герой дыхнул одунул в свои горящие ладони и пламя всплеснуло в идущего на него лорда старого лорда охватил магический огонь он упал на пол усыпанный золотом какое-то время он еще кричал и пытался сбить огонь но в итоге так и не смог этого сделать искатель переступил через обгоревший труп и подошел к бриллианту он был прекрасен герой взял драгоценный камень и пошел обратно к властелину войдя в тронный зал искатель увидел властелина и еще четырех некромантов по обе стороны властелин да это было несложно старик был совсем слаб и почти не сопротивлялся ответил герой давай во мне сказал властелин сначала мое повышение я бы хотел еще побольше этой силы возразил искатель хорошо ответил властелин и произнес заклинание герой почувствовал огромный прилив сил лики смерти всплывали у него перед глазами он не только ощутил изменения но и сам изменился его доспехи и оружие приобрели новый вид теперь ты повышен отныне ты будешь моим темным рыцарем командором а теперь мне нужен бриллиант воскликнул властелин некромантов ты знаешь я передумал служить тебе да и такой бриллиант мне самому еще пригодится надменно ответил искатель и приготовился к битве использовав магическую силу использовать магическую силу меч или все сразу ну блин давайте-ка сначала посмотрим арт да вот так вот был собственно повержен лорд и вот так теперь выглядит наш герой ну зловеще зловеще прямо скажем а вот как видите три это я так понял героические наши выборы это трусливый выбор а это вот собственно убийство если учесть то что это магия который меня наделил некромант давайте третий выбор герой подбежал к некромантам и одновременно отсек правым головы а левых убил разряда молнии вот это фейерверк крови и смерти оставался только властелин он намерен отобрать всю силу что дал искателю ударить властелина коленом в пах или сделать магическую атаку в пах определенно искатель сходу нанес жестокий удар коленом в пах властелину у старого некроманта даже глаза повылазили он рухнул на пол и скорчился от боли добить его мечом или уйти из замка добить властелин некромантов получено достижение герой взмахнул мечом и без жалости отсек голову властелину некромантов по полу растеклась лужа крови а голова покатилась в сторону искатель взял свой бриллиант с пола и задумался а стоит ли ему уходить теперь он обладает не только самым дорогим драгоценным камнем в мире но и огромной магической силой да и замок да и замок ничей остается подумал мечелом и не стал уходить из замка эпилог я так понял убийца вот так и закончилось тяжелое приключение для жестокого искателя приключений он стал жить в этом заброшенном замке он был одинок его друзья были лишь магия и бриллиант с годами герою стало скучно в замке и он решил что пора увеличить свое влияние он поднял из мертвых всю стражу замка и стал нападать на села и небольшие города подчиняя их себе оверлорд реально оверлорд о нем ходили страшные легенды и пугали детей его собственность не знала границ и никто не в силах был отогреть его холодное сердце браво браво великолепный квест насколько я знаю тут концовки может быть три но все заканчивается именно вот дракой с некромантом жалко что нету озвучки была бы озвучка от всех диалогов цены бы этой игре не было ну я просто не очень люблю читать наверное вы это заметили мне это было немножко сложновато но ладно не будем об этом прекрасная игрушка прекрасный квест мы его прошли за 45 минут ну со второй не прошу с третьей попытки да я прошел его полностью но это только одна концовка если вам будет интересно остальные концовки ну то есть и дальше прохождение там же еще куча остальных сценок осталось там 320 чем-то артов этих собственно пускай я все не смогу открыть но по крайней мере посмотреть еще остальные я способен спасибо за игру вам спасибо так поздравляем вы нашли свой путь к сокровищам замка 44 так из 324 вот собственно лорд некромантов это тот скелет который там это я не знаю вот это суккупша вы стали убийцей хорошо открыто сцен смерти 7 штук меня 7 раз убили ладно главное меню давайте-ка еще посмотрим галерея это собственно наш путь ну так он меня убил впервые буратино этот херов который меня спалил первый раз во время сна комната суккуба акула инопланетянин зед астрал драка с акулой там где я пытался от нее увернуться помощь зеду убийство этого буратоса убийство суккуба при помощи зеда это меня второй раз расчленила акула та ведьма да игра получилась прекрасная на самом деле я ну оставляйте конечно свои комментарии но а вот собственно дверь меня раздавила точнее моего героя старый лорд повелитель некромантов да это было круто на самом деле это было круто всем спасибо дорогие друзья за просмотр оставляйте свои комментарии подписывайтесь на канал кто еще не подписался ставьте лайки к этому видео было очень приятно всем пока до новых видео до новых до новых Продолжение следует...